Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение передает персональные данные американцев властям Китая. Трамп распорядился запретить TikTok США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Компания ByteDance отрицает это заявление и подала иск в суд на Белый дом в противоправных действиях против компании. Действительно, приобретение такой крупной мирового масштаба компании, присоединение ее к какой-то из американских компаний, в общем-то, положительно бы сказалось в том числе и на экономических показателях соответствующих структур. ByteDance, так же как и правительство Китая, считает, что Трамп просто пытается поглотить нового быстро развивающегося конкурента в IT-сфере, так как принципиальных отличий в условиях пользовательского соглашения TikTok и того же Facebook нет. Ну, вообще любая информационная система, если она имеет авторизацию и идентификацию, то есть систему, которая определяет пользователя и хранит персональные данные, конечно, имеет встроенные механизмы для того, чтобы были некоторые утечки этой информации третьим лицам. Другое дело, что любая компания, она дорожит своей репутацией и реализует систему мер, которая предотвращает или не допускает утечку соответствующей информации. Напряжение по этой ситуации достигло того, что глава компании Кевин Майер ушел со своего поста, не выдержав давление со стороны США. Сейчас временно исполняющим обязанности главой выступает генеральный менеджер Ванесса Папас. Майкрософт и Твиттер, в свою очередь, уже ведут переговоры с компанией ByteDance о покупке их бизнеса. Нельзя, чтобы TikTok управляли одни руки. У этой компании огромное влияние, но методы своей работы они не раскрывают. Я бы очень хотел, чтобы Майкрософт или любая другая компания приобрела TikTok, если не целиком, то хотя бы 30-40% акций. Павел Дуров высказал мнение о том, что из-за данной ситуации в скором времени другие государства смогут использовать оговорку о национальной безопасности для изменения работы всемирной паутины. А нам остается быть внимательными в сети и помнить, что наша безопасность только в наших руках. Кристина Андершина, Фарид Захитаглы, Универньюз.